Здравствуйте, дорогие телезрители! В одной из программ мы показывали вам простые упражнения из комплекса колонетики. Сегодня занятие немного будет посложнее. Все упражнения мы будем использовать в упорах. Итак, давайте начнем. Первое упражнение, с которым мы начнем, называется планка. Упираемся предплечьями, выпрямляем, отрываем колени от пола, выпрямляем ноги и опускаем таз как можно ниже вниз. Как вы помните, колонетики – это статическая гимнастика. Поэтому все упражнения мы фиксируем и держим мышцы в напряжении. Ни в коем случае не прогибайте спину, держим таз на весу. Здесь идет очень хорошее напряжение на мышцы живота. Еще несколько секунд. И опускаемся немного по поведению мышцы. Также это упражнение можно усложнять таким образом, как я вам показывала в пилатесе. Можно по очереди отрывать стопы от пола, ну, любым способом. К примеру, можно вот так вот согнуть колено и согнуть ногу. И также, естественно, напряжение будет на мышцы живота усилен. Хорошо. Тянем мышцы. Теперь переворачиваемся на бок. Это упражнение, которое называется боковая планка. Упор на предплечья. Сразу скажу, упражнение очень сложное. Оно очень хорошо прорабатывает косые мышцы живота. Итак, хороший упор. Отрывая таз от пола, поднимаем вверх. И фиксируем это упражнение. Ни в коем случае дыхание не задерживаем. Еще немного. В теле такой присутствует дрожь. Чем упражнение сложнее, тем дрожь будет больше. Хорошо. Опускаемся в нить. Немного подтянем мышцы. Сделаем наклон в противоположную сторону, чтобы потянуть именно ту мышцу, на которой мы работали. И теперь то же самое упражнение делаем на другом боку. Упираемся на трехплечья. Хороший упор. Локт стоит на уровне плеча. И поднимаем таз вверх. Фиксируем упражнение. Втягиваем живот. Дыхание не задерживаем. Поднимаем таз как можно выше вверх. Еще немного. И опускаемся вниз. Снова тянем мышцы. Останавливаем питание. Сейчас мы сделаем упражнение для внутренней части бедра. На прошлой программе я вам показывала вот такое упражнение. Мы просто держали ногу на висок. Сейчас мы его усложняем. Нужно оторвать таз от пола. Итак, внимание. Отрываем таз от пола. Вытягиваем руки. И отрываем другую ногу. Здесь у нас упор только получается вот у меня в данном случае на правую ногу. Но напряжение идет как на левую, так и на правую. Работают две ноги. Упражнение очень сложное. Затрачивает колоссальное количество энергии. Еще немного. И опускаемся вниз. Фух. Теперь выполним это упражнение на другое бедро. Переворачиваемся. Итак, напоминаю. Мы отрываем сначала таз от пола. Вытягиваем руку. И поднимаем ногу вверх. Чем выше вы стопу держите, тем больше будет работать мышца внутренней части бедра, той ноги, которой на весу. Ну, левая нога у меня получается постоянным напряжением. Так и так, потому что на нее идет упор. Еще. И опускаемся вниз. Молодцы. Немного потянем мышцы знакомым для нас способом. Тянемся вперед. К правой ноге. И к левой. И сейчас мы сделаем с вами еще дополнительное упражнение для мышц живота. Ложимся на бок. Внимание. Поднимаем верхнюю ногу. К ней добавляем нижнюю. И вытягиваем руку. Идет очень хорошее напряжение для косы мышцы живота. Если хотите нагрузку усилить, поднимаем и упорную руку. Тогда у нас получается упор только на таз. И поэтому идет напряжение полностью на мышцы ног и живота. Держим еще несколько секунд. И опускаемся вниз. Молодцы. Те же упражнения. Повторяем на другом боку. Внимание. Как мы это делали? Сначала поднимали верхнюю ногу. Затем нижнюю. Вытягивали руку. Если нам это упражнение было недостаточно, мы отрывали вторую руку от пола. Еще немного. И опускаемся вниз. Потянули мышцы. Еще одно упражнение. Переворачиваем. Как бы добьем наши мышцы. Переворачиваемся на спину. Чуть-чуть отклоняемся назад. Вытягиваем ноги. И вытягиваем руки. Держим это положение несколько секунд. Полностью прорабатывается прямые мышцы живота. Чем вы ниже стопы спускаете вниз, тем больше будет напряжение на мышцы живота. Плечами пола не касаемся. Еще немного. И прижимаем колени к животу. И все мышцы. Сделали глубокий вдох. И выдох. Поднимаемся вверх. На этом наше упражнение подошли к концу. Желаю всем удачного дня. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!